Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня есть мужчина, отец моей дочери, который уже почти 4 года. Мы начинаем их каждый раз при разговорах о женитьбе новые предлоги, в которые, естественно, я не верю. Например, один из предлогов был квартирный вопрос, боялся, что в случае несчастного случая с ним я заберу квартиру его детей от первого брака. Сейчас по работе просят не жениться, так как покупают землю, а помнять будут на него. Смешно, я понимаю, но обещаний много, много исполнений этих обещаний, проще говоря, плюс финансовая стабильность. А я по-женски хочу женского счастья и выполнения обещания о том, что мы поженимся через 2-3 года после нашего знакомства, якобы после того, как все утрясется с его бывшей женой, так как при нашем знакомстве он был еще женат. При этом мы живем в разных городах за 700 километров друг от друга и дочь не воспитываясь, только когда приезжают на 3-5 дней, примерно каждые 3 недели. Сейчас я ему поставил ультиматум, женимся или расходимся. Да, это может и глупо, но надоело состояние любовницы, думаю, что спустя 5 лет наших отношений имею право. Чувствую, что уклоняется от женитьбы, но уборно продолжаю звонить, перечислять деньги, ревновать. У меня часто были эмоциональные вспышки на эту тему, а сейчас какой-то предел наступил. Не были эмоции, мы уже не дети, ему 40, а у меня 40, ему 45. Планируют дальнюю еще жизнь со мной, но без печати. Я четко понимал, что меня это не устраивает. Посоветуйте, пожалуйста, правильно ли я поступал. Собственно, что вас смущает в этой ситуации? Ну, то есть, у вас есть, как будто бы, да, у вас есть, ну, вот, такая, достаточно четкая позиция, как будто бы, вот. Вот, достаточно четко, и вот все в этом смысле, в этом плане, как мне показалось, в специале говоря о том, что, ну, вас не устраивает вот эта вот история, что, значит, значит, ну, что он не хочет, значит, ну, как-нибудь, да, брат вас, жену, вот, вот, и, ну, да, то есть, это, как мне кажется, ну, более чем нормально, вот, то есть, более чем нормально, то, что вы, вот, так скажем, ну, хотите, чтобы была какая-то определенная работа, я не вижу в этом, да, ничего плохого, плохого, абсолютно, но, на мой взгляд, вам нужно, ну, как бы так сказать, более, ну, полагаться, что ли, полагаться нужно на себя, вам, понимаете, то есть, когда, например, когда вы говорите, о том, что, вы хотите женское счастье, да, вот, то, на мой взгляд, это женское счастье, целиком и полностью зависит от вас, вот, ни в коем случае не от человека, кроме того, кроме того, женское счастье, в какой-то степени, на мой взгляд, обесценивает вас, то есть, сводит вашу ценность, только к, например, жене или только к женщине, я имею ввиду позиции жены и позиции женщины, на мой взгляд, таким образом, вы ничего хорошего не добьетесь, как мне видится, потому что, в любом случае, вас это делают довольно-таки, значит, довольно-таки зависимы. И, на мой взгляд, ничего хорошего, из этого не получится, вот, но это то, как мне видится данная ситуация. Теперь, вы говорите, правильно ли вы поступаете, но смотрите, это очень интересный момент, а почему, почему вы сомневаетесь? Вот. То есть, ну, откуда у вас, грубо говоря, сомнения? Что мотивирует вас сомневаться в своих действиях? Может быть, надежда на то, что человек решит что-то вернуть? Надежда на то, что человек передумает, надежда, еще раз тут. Вот. Вот. Таким образом, очень важно вам для себя на этот вопрос ответить, что что вызывает у вас сомнения. Совершенно необязательно, что вы будете, ну, менять свое решение. Вот. Совсем не обязательно, что вы будете менять второе решение, но... Вам нужно увидеть. Вот. А-а-а. Помнения? Вот. Вот. Ну, ваши сомнения. Нужно увидеть. как элемент потребности определенной. Понимаете, да? Вот. И для этого, как раз вот и требуется, собственно говоря, поисследовать то, чего вы хотите, грубо говоря. Вот. Когда-то, когда-то так. Значит, вы пишете о том, что вам очень важны исполнения обязательств. Вот я тоже хотел бы, чтобы вы посмотрели и подумали, что это за... Ну, такие обязательства, которые... Которые так важно выполнить. Почему вам так важно, чтобы эти... 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 Э... Эти обязательства... Э... ...были... ...исполнены. С чем это связано и имеет ли это, в свою очередь, какое-либо отношение к чувствам, вашим чувствам к мужчинам. Уверены ли вы в том, например, что вы не заменяете, как бы, одно другим? То есть, уверены ли вы в том, что, ну, допустим, допустим, не подменяете. Свои чувства, да, требованиями обещаний. Потому что обещания – это договоренности, определенные договоренности. Да, это, это обещание. Вот. А чувство – это чувство. В смысле, то, что вы… А, ну, вот. Так. Так скажу. А… Эм… Иначально… Значит… Хотели сразу, чтобы… там, на вас мужчина-женинус, ну вот, в целом, вы, вот, своим поведением таким, вот, хоть вам, может быть, это и не понравится, вот, ну, то, что я скажу, скажу сейчас, но вы своим победением, на мой взгляд, демонстрируете страх перед серьезными отношениями, вот, страх перед браком, при том, что вы его хотите, но выглядит все так, как будто бы вы его, в некоторой степени, скажем, опасаетесь, и вот это вот, на мой взгляд, проблема, вот, потому что ваш выбор мужчины, значит, ваш выбор, ну, завести ребенка, вот, все это, вот, наводит меня на мысли о том, такие мысли о том, что браковы опасаются, вот, ну, естественно, естественно, что, естественно, что вас я не винил, вот, и не ставлю вам это в укор какой-то, вот, ну, просто сказать об этом, сказать о том, что, вот, вы ведете себя как та, кто боится, значит, близких отношений и выбираете человека, который близкие отношения дать не может, да, это вот история, конечно, вызывает определенный вопрос, вот, как-то так, в целом, конечно, неуверенность в себе в данной ситуации является нормой, вот, пожалуй, неуверенность, да, некие вот сомнения, некие сомнения в себе и в, ну, правильности того, что вы, ну, делаете, но эти сомнения нужно рассматривать обидательно как проявление ваших потребностей, проявление ваших желаний, которые, возможно, ранее вам игнорировались, вот, вот как-то так, пожалуй, я бы вам ответил, сейчас, на вопрос, который вы задаете. Вот, ну и, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, да? Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Ответу это позволит вам начать, начать работу над собой, вот, позволит вам сформулировать, значит, базовые постулаты для психотерапии, вот. Желаю вам всего самого доброго! Удачи! Обращайтесь за помощью! Всего самого-самого доброго! Удачи! Удачи!